Он 50 лет отработал в лесу, но сейчас как сапожник без сапог. Дровник жителя села Поляны Василия Соловья по деревенским меркам пуст. Того, что хранится под крышей, в лучшем случае хватит до конца весны. Чем топить дом в начале лета, когда в Дальневеченском районе температура ночами держится не выше 10 градусов тепла, а затем осенью и зимой непонятно. Раньше мы березу готовили, она никуда не шла же. Только вот дрова. А сейчас кто что привезет, где кто урут. Нам хоть какие-лиже были дрова, хоть топить чем-то было. Зима-то у нас холодная, как-никак. Это по телевизору тепло, а у нас вся зима в ночь под 40. Жители Полян с весны этого года бьют колокола и ждут помощи. Районные власти уже смогли договориться с одним из арендаторов леса. Юрий Дуб привозит дрова в социальные учреждения пенсионерам и ветеранам. Селяне подходят, которые, ну, необходимо провезти дров, несмотря ни на что, что там сыны есть, где они там, не знаю, мамы их не замежают. Одинокие жены есть с детьми. Приходится везти так, чисто по-человече. Отвезти, ну, надо, значит, надо. Но то, что делает Юрий Дуб в Дальнереченском районе, капля в море. То, что проблема серьезная, стало понятно в Черниговском районе. Здесь, на выездном заседании Комитета Краевого парламента, собрались чиновники, лесники, депутаты. В зале горячие споры. Вопрос один. Кто должен отвечать за то, чтобы в избе было тепло? Главы поселений даже деньги готовы арендаторам платить. Нужно только хозяина леса найти. Пусть они за минимальную цену возят. Транспортные расходы пусть закладывают в это и возят. Пусть сверху еще прибыль себе 500 тысяч накинут. Пенсионерам, ветеранам. Неужели нельзя это организовать? Но договариваться за местные власти никто не будет. Главы должны в лицо знать, кто у них на территории занимается лесом. Должны поработать и представители правоохранительных органов. В тайге по-прежнему немало коррупционеров. Есть какие-то провокационные, скажем, коррупционные факторы в работе ряда моих подведомственных учреждений и отдельных сотрудников. Которые вместо того, чтобы сгладить ситуацию, наоборот, ее обостояют и создают эти, скажем, провокационные факторы. Есть свои пути решения проблемы и у депутатов. Разрешить собирать валежный лес. Он-то все равно никому не нужен. Население должно свободно заходить в лес. Сейчас, когда закончится аренда лесов, будущая аренда в будущую аренду не будет входить близлежащие леса, которые рядом с населенными пунктами. Для того, чтобы люди могли туда выходить, я там заготавливаю. Вот, это первое. Второе. Проблема лесоустройства. Нужны финансовые средства для того, чтобы понять, сколько у нас леса, какого у нас леса, вообще чем мы торгуем на самом деле. Сейчас разрабатывают еще одну программу. Заявку на дрова можно будет оформить через портал госуслуг. Так смогут снять коррупционную составляющую. Услуга заработает в самое ближайшее время. Данил Макарычев, Олег Бумиструк, Максим Евсеев, Олег Худалеев и Александр Засухин. Панорама.